Всем привет, мои дорогие! С вами Ирина Корнева. Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня тема выпуска «Свадебная мелочевка. Энергетические вампиры свадебной организации». Готовы? Погнали! Итак, очень часто невесты начинают подготовку к свадьбе именно со свадебной мелочевки. То есть вот только им сделали предложение, и они такие сразу в интернет, такие «Ооо, сколько здесь всего! Ух ты, ух ты, ух ты!» Вот сейчас так я затарюсь, вот сейчас я куплю, всё равно же это покупать надо. Поэтому давай-ка мы вот прямо сейчас и начнём. До того момента, пока нашли свадебную площадку, до того момента, пока встретились с ведущим, с декоратором, с фотографом, пока определили концепцию, ну всё равно же это надо купить. Поэтому давай-ка, мой любимый, сразу и начнём покупать. И вот сегодня мы как раз-таки поговорим про вот эти энергетические вампиры, которые занимают кучу времени, съедают бюджет молодожёнов, но без которых, в принципе, свадьба может спокойно пройти, и никто даже не заметит, если вот этой вот мелочёвки на вашей свадьбе не будет. Могу сказать, что чаще всего, когда невесты начинают подготовку к своей свадьбе именно со свадебной мелочёвки, в итоге приходят к тому, что те вещи, которые они приобрели, в общем-то, далеко не каждая вещь подходит под концепцию мероприятия, далеко не каждая вещь подходит под общую идею мероприятия и даже, может быть, под стиль невесты. Я это к тому, что очень важно начинать подготовку к своему мероприятию именно с важных вещей, именно с вещей, определяющих, а вот всю мелочь оставлять на потом, потому что большая вероятность, что эта мелочь, может быть, даже вам не пригодится, и, в общем-то, вы про неё не вспомните, а бюджет будет потрачен, если вы начнёте с неё. Возможно, получится такая ситуация, что вы найдёте свадебного специалиста, у которого в стоимость его декора, например, в стоимость его работы будет входить всё то, что вы на начальном этапе закупили в качестве свадебной мелочёвки, и про что вы думали, что без этого совсем точно никак не обойтись, и нам обязательно нужно всё это приобрести. Если вы увидите, например, что у декораторов, с которыми вы начали работать, вот этих вот конкретных мелочей нет, а вам они нужны, и вы обсудили с декоратором, и декоратор говорит, ну, смотрите, вы можете, в принципе, поискать самостоятельно, заказать где-то самостоятельно какую-то свадебную мелочёвку, которая нужна, ну, которая будет полезна, да, допустим, на мероприятии. Например, какие-то маленькие подарочки для гостей или ещё что-то, но только то, что подходит под стилистику мероприятия. Тогда, да, тогда можно искать конкретные вещи под стиль вашего мероприятия, под идею мероприятия. Например, у нас такая история была с ребятами из Франции, когда ребята самостоятельно закупали подарки для гостей, и вот для гостей из России они закупали подарки, ну, с французской, с чем-то французским, да, там, Эйфелева башенка или ещё что-то, а для французских гостей они покупали подарки с чем-то русским. То есть это были маленькие статуэточки из русских сказок, и было обоснование, почему этот подарочек получил конкретный гость. Да, это логично, это понятно, это обоснованно, но тратить в начале подготовки время на мелочёвку, думая, что всё равно это нужно, поэтому давай возьмём, это абсолютно ни к чему, ну, потому что, скорее всего, те вещи, которые вы купили, сдать вы уже не сможете, и они просто будут валяться, и вы просто их либо выбросите, либо возьмёте с собой, не будете знать, куда их пристроить. Либо, да, возможно, вы будете готовиться с моим каналом, и вы поймёте, что вот все те вещи, которые вы изначально просматривали в интернете, думая, что, так, это очень нужная штука, нужно обязательно её закупить, возможно, что, посмотрев несколько моих видео, вы поймёте, что как же я ошибалась, как хорошо, что я не купила вот эту штуку. Итак, давайте мы с вами определимся, что может быть на вашей свадьбе, но это необязательно, и без чего легко можно обойтись на ваше мероприятие. Первое – это книга пожеланий. Я уже частенько говорила об этом, да, что совершенно необязательно заказывать книгу пожеланий, она совершенно не всегда нужна, могу сказать, и без неё спокойно можно обойтись на мероприятии, потому что, ну, честно говоря, как показывает практика, не особо часто молодожены, конечно, перечитывают потом эту книгу пожеланий, и потом она просто пылится где-то. И, скажу больше, для гостей это тоже немножечко так напряжно, знаете, подходить, писать какие-то пожелания, это уже ушло в прошлое немножечко, да, писать пожелания. Я скажу вам больше, буквально недавно я стала писать что-то просто от руки и поняла, что я так давно ничего не писала от руки, я уже забыла, что такое писать от руки, потому что всё чаще мы просто печатаем на компьютере. Поэтому книга пожеланий — это та вещь, которая может быть на вашей свадьбе, но без неё легко можно обойтись. Дальше — это приборы для тортика. Вы можете купить какие-то красивые приборы для тортика, потратить деньги, они окажутся одноразовыми, да, и то есть, по сути, вы там разрезали тортик и потом выбросили. Да, они нужны в случае, если на вашей банкетной площадке их нет, или они плохие, они некрасивые. Но, опять же, начать подготовку к своей свадьбе с того, чтобы купить приборы для тортика — это неправильная стратегия. Сначала нужно найти банкетную площадку, нужно определиться, есть ли там эти вещи, да, определиться с концепцией декора, и только после этого уже купить приборы для тортика. Я сейчас здесь говорю, знаете, больше про такие приборы, которые продаются частенько на всяких сайтах со свадебной мелочёвкой, свадебными аксессуарами, которые как-то оформлены условно красиво, да, с какими-то там ленточками перевязанными, и выглядит, конечно, это всё несовременно. Если говорить, опять же, про те же самые приборы для тортика, то лучше уж тогда взять просто обычные какие-то приборы, если их нет в ресторане, и привезти обычные приборы, и потом забрать их после мероприятия, чем специально покупать одноразовые приборы для тортика, которые совершенно не подойдут, скорее всего, под тематику вашего мероприятия. Третье — это кулёчки для лепестков роз. Могу сказать, что это тоже бессмысленная трата денег, поэтому это та мелочёвка, без которой абсолютно точно можно обойтись, ну, в силу того, что, честно говоря, это не особо удобно бросать лепестки роз из кулёчка. То есть сначала их нужно укомплектовать, потом бросить, и кулёк выпадает частенько из руки у гостей, или там застревают эти лепесточки роз, поэтому это тоже, в общем-то, вещи, которые можно не покупать, и никто даже не заметит, если вы не купите эти вещи на своё мероприятие. Дальше — это подвязка для невесты. Ну, так как сейчас достаточно редко бросают именно подвязку невесты, сейчас достаточно редко происходит вот эта вот традиция, когда жених там снимает подвязку зубами или как-то ещё руками. А у невесты чаще всё-таки жених бросает что-то иное, бутоньерку или, может быть, что-то символичное, или вообще это, в принципе, как-то разыгрывается иначе. Поэтому без подвязки для невесты можно спокойно обойтись, её можно не покупать, и, в общем-то, никто даже не заметит, что её не было на вашем мероприятии. Далее — набор свадебных свечей. Это тоже та вещь, которую спокойно можно не покупать. Если уж захочется, опять же, сделать вот эту вот традицию, да, со свадебным очагом, то можно спокойно купить самые простые свечи и не тратить деньги, тем более в начале подготовки. Вот я знаю такие истории, когда девчонки в самом начале подготовки вот только-только им предложение сделали, они такие раз и сразу купили свадебные свечи, потому что они же нужны, без них же никуда. Потом выясняется, что, ой, оказывается, они устарели, а оказывается, такое уже не делают, оказывается, это было популярно там 10 лет назад, а я-то не знала. Я купила, и куда мне теперь дети эти свадебные свечи? Далее же, рушник, да, шестое, это то, без чего спокойно может обойтись ваша свадьба, на что можно не тратиться, опять же. Рушник, ну, это тоже такая вещь, знаете, то есть если очень уж хочется каравай, то каравай можно иначе обыграть, можно не покупать рушник. Все-таки рушник – это такая очень традиционная вещь, и, опять же, очень много свадеб проходит без каравая, поэтому это вещь, на которую в начале подготовки лучше не тратиться. Лучше сначала встретиться с ведущим, проговорить программу и понять, а вообще уместен он будет, там, этот рушник, или нет. Или вот вы его купили, этот рушник, потом думаете, так, я его купила, и куда мне теперь его? Так, я потратила там тысячу рублей на этот рушник, куда мне его деть, этот рушник? Или сколько он там стоит? 500 рублей, не знаю. Поэтому, да, да, на это можно не тратиться. Дальше, свадебные бонбаньерки, тоже частенечко это подарочки, да, какие-то для гостей, тоже частенечко я слышу от молодоженов о том, что, ой, а мы уже купили, ой, у нас уже есть такие красивые коробочки с бантиком, там, вот в таком-то цвете, мы уже купили свадебные бонбаньерки. А потом, когда отрисовывается эскиз декора, когда уже понятно, что там по залу, уже понятно, какая концепция, и выясняется, что вот синие бантики на этих коричневых коробочках бонбаньерок как-то вот совсем не подходят под нежный там декор в каком-то там цвете ванильном, да, ну вот совершенно вот из другой оперы, а получается, что деть-то уже некуда, и вот молодожены сидят и думают, так, мы потратили вот такую сумму на эти коробочки, чтобы там подарить гостям, так, как нам переделать? И это лишняя, понимаете, головная боль, то есть вместо того, чтобы не тратить вот это время, эти деньги, и в дальнейшем время на то, чтобы переделать, лучше просто подождать, сначала сделать основное, повторюсь, а потом уже вернуться к этому, если это понадобится. Далее мелочи для встречи молодоженов, это всякие лепестки роз, это всякие искусственные лепестки роз, это всякие традиционные какие-то вещи, да, чем раньше там обсыпали молодоженов, всякие конфетти там и прочее, лучше пока повременить, во-первых, потому что без этого можно обойтись, это раз, а во-вторых, далеко не каждая площадка разрешает запускать конфетти, например, то есть, например, я знаю такие истории, когда ребята закупали в самом начале подготовки, мол, ну это же все равно будет нужно, закупали конфетти, а потом выяснялось, что на банкетной площадке, чтобы запустить эти конфетти, им нужно заплатить там еще плюс 5000 рублей за уборку этой банкетной площадки, вот они конфетти закупили, потратили деньги, да, и еще за уборку заплатили, а зачем это было нужно, спрашивается, да, если можно было совершенно иначе обыграть их появление в зале. Поэтому, мои дорогие женихи и невесты, подводя итог этого видео, да, хочу сказать, что не тратьте свою энергию на вот эти энергетические вампиры в виде свадебной мелочевки, которые занимают ваше время, отнимают вашу энергию и съедают ваш свадебный бюджет. Лучше этот свадебный бюджет перерасходовать на что-то более важное и нужное, чем вот так вот распределить его на всякую ерундистику, да, на всякую свадебную мелочевку, а потом сидеть и думать, так, хорошо, а на что же нам заказать дополнительные салаты? Ну и чтобы не тратить время на свадебную мелочевку и не начинать свою подготовку с того, чтобы заказывать огромное количество вещей, которые, может быть, не подойдут под стилистику вашего мероприятия, вы зайдите на портал Event4Me, посмотрите, в принципе, да, какие мероприятия проходят на банкетных площадках, посмотрите, что, в принципе, если так поглядеть, то и нет никакой такой свадебной мелочевки, да, тех же бокалов, бутылок и всего остального, да, или каких-то вещей, которые могут не подойти под стилистику мероприятия, я думаю, что это будет большим показателем того, что без каких-то вещей можно обойтись. И, конечно же, очень удобно заранее сделать приглашение на свадебном портале Event4Me, заходите также на свадебный портал, создавайте приглашение самостоятельно для ваших гостей, на это также можно не тратить свое время, не тратить свою энергию, да, можно прийти, абсолютно бесплатно сделать свадебное приглашение, подходящее под стилистику своей свадьбы, но, повторюсь, сначала все-таки нужно обязательно посоветоваться с вашим декоратором, обязательно сначала продумать, каким образом у вас будет оформлен зал, и только после этого уже создавать приглашение, которое будет подходить под стилистику вашего мероприятия. Повторюсь, что сделать это можно бесплатно, либо за какую-то символичную оплату, вариантов свадебных приглашений достаточно много, есть очень симпатичные варианты свадебных приглашений, поэтому я думаю, что у вас все получится, и вы сможете найти вещь, которая вам подойдет. Я искренне надеюсь, что вам понравилось это видео, что оно было вам полезным, обязательно поставьте пальчики вверх этому видео, обязательно подпишитесь на мой канал, включите колокольчик, подписывайтесь на альтернативные источники и связьте со мной мой телеграм-канал Яндекс.Дзен, мой инстаграм, моя группа ВКонтакте, и оставляйте комментарии также в моем телеграм-канале Ирину Корневу Вединг Блог, там же я буду тоже отвечать на ваши вопросы. Все, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин